Продолжение следует... 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 Это король Ильмина. Здесь, на этой сцене, в числе тех спектаклей, которые будут открывать эту сцену, будет и король Ильмина. Дальше выпущено. На камерной сцене выпустили, и надо сказать большое спасибо, одному из наших старейших артистов, за то, что он, так сказать, несмотря на, так сказать, вы знаете что, он выпустил спектакль, и сам еще он мудрился сыграть, а требовал в этом спектакле. Я имею в виду маленькие трагедии Пушкина. Дальше идет выпуск «Женитьбы» года. Наконец-то мы ее должны выпустить в ноябре месяце. Дальше у нас в октябре, если я не ошибаюсь, у нас идет премьера с старя Бориса Алексея Толстого на этой сцене. И с выезда 1 и 2 сентября наши актеры выйдут в Брятск и будут играть там сцены из этого спектакля, потому что так некоторая недоговоренность дала нам возможность полностью выпустить спектакль, потому что мы работаем уже здесь на этой сцене, а там очень просто. Все-таки 200 лет – это очень значительная дата для писателей. Ромбург, Буэр, Парбатурга. И вы помните, как вся эта трилогия когда-то шла здесь, на этой сцене, и нам тоже хотелось к этой дате, чтобы это получилось. Но во всяком случае спектакль «Царь Борис» у нас состоялся уже, мы смотрели уже загоны, сейчас будут выпустили и спектакль с новым исполнителем «Народного брата». А на Севым, на котором у нас работает, мы выпустим этот спектакль. Дальше к нам приезжает, и они уже работают уже давно, группа из Израиля. Илон Ронан будет ставить у нас дюремата, дюремата «Визит Станы Дангель». Нам, думается, там занят почти весь состав, крупный состав артистов, молодых театров, и смотря на те типы зуды, которые есть, там есть своя система режиссерская, они и как бы все время на сцене присутствуют, но это не массовка. Нет, это принцип, режиссерский принцип. Я смотрел его спектакль, поставленный в Израиле, и он на меня произвел довольно-таки большой спектакль. И дальше был выпуск спектакля премьера у нас «Таланты и поклонники» Астовского. Вот примерно шесть названий, вместо пяти, которые мы должны были сделать по законам. Да, но мы приступили к закону. Простите нас, извините. Мы сделали пищу. У нас богатый. Но это опять коллективу. Коллективу большое спасибо. Единственное, у меня не только какие-то… У меня не какие-то деньги. Это мои личные вопросы. В нашей книге. Меня очень радило то, что когда мы открывали здесь 19 декабря спектакль, очень сложных условиях всяких политических и хозяйственных, и так далее, и так далее, ни одной строчки о том, что открывается старейший русский театр, «Национальное достояние». Знаете, что у нас все национальное достояние? Не было напечатано. Ну, тут вроде бы и критиковали. Это не спектакль, что это? А просто нормальное человеческое творческое отношение коллективов. Ну, мы, наверное, поговорим. Я думаю, что и они тоже поймут. А так, мы, наверное, правили. Кто напишет – спасибо. Кто не напишет – тоже спасибо. Потому что даю коллективу и читаю розык. Так что… Мне хочется поздравить с 30-летием непрерывной работы. В Малом театре народную артистку Пашкову Ольгу Левадуну. 35 лет непрерывной работы. И медаль Малого театра – Ветеран Малого театра – Аманова Светлана. Ветеран Малого театра – И медаль Малого театра – Ольгу Левадуну – Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Песня! Звукорежиссер Лебедева Вера Ивановна. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Лариса. Лариса, просто начальник. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 40 лет непрерывной работы АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Идетов АПЛОДИСМЕНТЫ Моисеевна АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Моисеевна АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарность министра культуры. Борисова Елена Геннадьевна. Елена Геннадьевна. Благодарность министерства культуры. За вклад в российскую культуру народный ответ Люлифов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать, что ровно 60 лет назад в этот здание, в Великий Малый Театр, пришел молодой артист, выпускник Щекинского училища Юрий Михайлович Соловин. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, Малый Театр – это особый театр. Я, конечно, рад видеть вас здесь в восстановленном, обновленном, отреконструированном историческом здании. И это огромная заслуга, то, что удалось раньше положенного срока вернуться в это здание. Огромная заслуга руководства Малого Театра. Команда Анатольевна и Юрия Михайловича. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пошелать хотелось бы только одного. Для нас, для всех Малый Театр – это не просто старейший драматический театр страны, не просто ранитель традиций русского театра. Но, по большому счету, скажу вам откровенно, сегодня, глядя на те, какие процессы происходят в мире театра во всем мире, и в тех странах, где, по сути, нет репертуарного классического театра, например, Соединенных Штатов Америки, не будем считать ротейские мюзиклы аналогами европейского театра, и в тех странах, где большие, обширные театральные традиции очень глубокие, мы видим, что традиции классического театрального искусства, заложенные тысячи лет назад, нашими великими предками, заложенные в античности, эти традиции размываются. Я не говорю о том, насколько это неизбежно. Я же говорю о том, что эти традиции размываются. И в этих условиях та репертуарная политика и вообще та политика, которой поддерживается малый театр, равно как и другие лучшие драматические театры нашей страны, по сути, являются собой столом, по которому форпост, на котором держится вся мировая театральная культура. Спасибо вам за это. Я бы пожелал вам сохранить вашу замечательную аудиторию, ваших верных поклонников, ваших зрителей. Хотелось бы пожелать вам, чтобы пришли в театр новые зрители. Они приходят, я знаю, как много молодежи, как много детей. И мои дети ходят, как-то. Малого театра, святого акта. И мне бы хотелось, чтобы было больше премьер. Юрий Михайлович называл большое количество премьер, которые ожидаются в половинках или сезонах. Я знаю, периодически вот так путаюсь. Но мне кажется, было бы здорово, если бы было еще больше спектаклей о современной жизни, о нашей современной жизни. Все-таки классический репертуар у вас великолепный. Но мы все понимаем, что Игорь Боедов, Астровский, Игорь Чехов писали не в средневековье, а не писали о своих современях. И для своих современных. И мне кажется, что если в репертуаре Малого театра появится больше, то есть. А современная Россия, это касается не только Малого, это касается всех наших театров. Это вызовет еще большую волну искреннего и благодарного интереса нашего зрителя. А наши российские зрители, как мы знаем, самые лучшие люди. Самые благодарные, самые искренние, самые отзывчивые. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Мы очень любим Малый театр. Мы всегда будем помогать. Мой магнитный фунт. Игорь Боедов. Малый театр. Малый театр. Вы всегда понимаете, очень серьезнее. По тому причине, что при всей большой помощи Минецеста Культуры они предъявляют требования по количеству спектаклей, по количеству заработанных денег. И это, в общем, справедливо. То есть театры, если заработали, то нужны, если нет, то, извините, наверное, нет. Сейчас приходится все считать, и считать, в общем, достаточно аккуратно и внимательно. Вот в начале августа закончилась у нас проверка, которая проходила на протяжении полутора месяцев. Эту проверку осуществляло федеральное казначейство с функциями национального надзора. И, слава Богу, у нас, правда, все успешно, и, в общем, нам никаких замечаний нет. Итак, закончили театральные училища в Мещенке. Сегодня я представляю вам Воронову, Машу, Машу, здесь. Ребята, цели меня – приглашение перо. Быстро на сон. Поклоняйтесь, поклоняйтесь, поклоняйтесь. Вообще, в следующий раз, сейчас им нет, нет, ну туда сходим. В следующий раз, когда вы будете выходить на сцену Малого театра, в какой-то праздник, немножечко посмотрите на себя взяток. Ладно? Все, спасибо. А сейчас по традиции театра мы включаем как бы почетный знак, такой плюс еще в Малого театра. Это Библия. Библия, которую уже много лет вручается многим нашим традиционным артистам. Печатано, наверное, не очень давно, очень серьезно, все это знают. Аманова, Светлана, Геннадий. Приготовится Дохненко. Приготовится к Деновичу. Аманова, Светлана, Геннадий. Приготовится Данилова Наташина. Пожалуйста. Аплодисменты. За Дониму приготовится Китова-Ледмиру. Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты Режиссер и артистка, которая начинала свою творческую жизнь и продолжает с вами, она продолжает режиссировать, преподает, но не работает. Но когда ей позвонили, она пошла в голос и открылась. Это Лена Цыплаткова. Аплодисменты Аплодисменты